В Мичуринском сельсовете праздники будут отмечать по-новому. В деревне Берть строят площадку со сцены, зоны для зрителей, дорожками, газонами. А в поселке Мичуринский заканчивают ремонт Дома культуры. В 83 года клуб в поселке Мичуринский работал без водоснабжения. Отапливали помещение углем. Когда я его принимала, освещения почти никакого. То есть, знаете, как вот раньше при свечке сидели, то есть, было очень холодно. Выше, наверное, градусов 10 зимой вообще не поднималось. То есть, мы с ребятишками в варежках, обогреватели со всех сторон и занимались, играли. Во время ремонта заменили крышу, установили новые окна и двери, провели газ и воду. Осталось уложить линолеум и благоустроить территорию вокруг клуба. Все работы должны завершить к сентябрю. Клуб мне понравился. Достаточно так протяженно его ремонтировали два года. Но, тем не менее, достигли своего результата. Замечательный получился сельский клуб, такой образцовый. Ну, а если учесть, что это полностью здание было аварийное, то, в общем-то, теперь нам много-много лет ездят местным жителям заниматься культурой. В благоустройстве сельсовета активно участвуют и сами жители. В Мичуринском своими силами сделали остановочный павильон. А в деревне Берть планируют создать место для патриотических мероприятий. Уже заказали мемориальный камень. Его установят на новой благоустроенной площадке перед клубом. Здесь же будет сцена, зона для зрителей, пешеходные дорожки, газоны, ограждения. У нас очень много мероприятий уличных и зимой, и весной, и осенью. В принципе, мы вот здесь ставили сцену временную и проводили. Весной поставим, и как бы она у нас стоит все лето. Ну, а вот сейчас будем надеяться, что она постоянно нам уже, она у нас уже лежит, кстати. Здесь идет софинансирование района и местной администрации. То есть выделили вот 2 200 район, и 450 тысяч у нас предусмотрено местным бюджетом. К августу все работы должны завершить и отпраздновать день рождения деревни на новой благоустроенной площадке. Продолжение следует...